Здравствуйте, друзья! Я, честно говоря, сильно к докладу не готов был, потому что полный доклад будет чуть попозже. Привезли много образцов, их нужно просто изначально проанализировать и понять, что же мы такое привезли. Потому что, как водится, поехали снимать фильм про одно, а в результате нашли совершенно другое, чего даже не ожидали. Работаю я редактором проекта «Достояние планеты». Может быть, знаете такой проект. Периодически мы различные фильмы интересные выпускаем, а загадка, в первую очередь, нашей страны. Потому что, как-то, живя в нашей стране, хочется в первую очередь о ее загадках рассказывать. Потому что про зарубежи и так все знают. Поехали в Узбекистан проверить несколько гипотез. Есть там такая замечательная крепость, называется «Койк Рыган-Калаев». Фотографии не показал, можно найти это будет. Она удивительным образом по своей архитектуре напоминает Аркаим, один в один. То есть такая же кольцевая структура, центральное кольцо, внешнее кольцо. Примерно тот же самый возраст постройки, та же самая структура, как и уничтожили, то есть тоже этот объект сгорел. И было большое желание проверить, нет ли здесь смычки, скажем так, нескольких культур. Потому что сейчас мы знаем по последним исследованиям, особенно по исследованиям ДНК генеалогии, что с нашей сибирской равнины народ начал по непонятным причинам почему-то уходить в сторону Средней Азии. Там на некоторое время задержался, потом разделился на две ветви. Часть, одна ветвь ушла в Тибет, организовала одну религию, другая часть ушла в Ира, Совеста, и за арастрийскими знаниями. Ну и вот наша задача была собрать все вот эти легенды, снять оставшиеся крепости хоревской цивилизации, которым от двух до трех с половиной тысяч лет, и посмотреть, есть ли, повторюсь, смычка культур. Что мы, в принципе, сначала и начали делать. Крепостей там действительно очень много. Вот такая, правда, это уже то, что осталось от одной из самых древних хоревских крепостей, Гаюркала, по данным археологов, и от двух с половиной до трех тысяч лет. Поперечники составляло где-то 400 на 200 метров. Вот первый раз я ее когда увидел, но, понятно, крепости сделаны из глины. Но меня не оставляло, вот на протяжении всей экспедиции, до самого последнего момента, когда, наконец-то, мы нашли некоторые подтверждения, что не совсем природа уничтожила эту крепость. Потому что, вот как вы увидите дальше, крепости того же периода, некоторые стоят совершенно целые, рядышком. Одна крепость развалена, фактически до основания, до скальника все выжжено, а другая крепость в 500 метрах стоит целенькая. То есть, гипотеза о том, что здесь постарался ветер, вода и природные стихии, она как бы становится немножко под вопросом. И возникает другой вопрос, и просто забегая вперед, чтобы времени тратить, возникает другой вопрос, а не использовались ли в те времена какое-то оружие, о котором мы немножко уже подзабыли, вот как раз в связи с тем, что у нас идет процесс инволюции, как говорит Александр. И опять же, тогда другой вопрос встает. Ну, простите, 2500-3000 лет назад, как учат нас учебники истории, тогда даже стенобитных оружий не было. А стены, я вас там уверяю, сделаю, там капитально. Такая крепость, простояв 3000 лет, некоторые стены, от 5 до 10 метров, они превратились уже в монолит. То есть, чтобы такую стену разбить, ну, даже танкового орудия не хватит. То есть, тут надо какими-то очень серьезными бомбами это все разрушать, чтобы, в принципе, его потом и нашли. Я вам сейчас просто так экскурс-фотографии сделаю, чтобы вы поняли, почему... Ну, вот уже сенсация, бомба, которую мы нашли. Ну, не бомбы тут, я так... Осколочки от бомб привез, потом покажу. Это не глинистые крепости. Это глина, глина, глина. Это лёсовый грунт. Нет, это лёсовый грунт. Ну, хорошо, хорошо, давайте посмотрим. Там, на самом деле, все вот эти вот стеночки, они сложены из кирпичей, вот, примерно вот такого размера. Это лёсовый грунт. Может быть, вот спасибо за уточнение. Ну, вот дальше вот её хорошо видно. Даже ещё структура видна, как её строили. Это вот остатки, так называемых, башен. Причём некоторые до сих пор ещё внутри полые. Причём самое интересное, вот то, что вы видите вот это, вот эти вот части, это часть фрагмента стены, которая упала вперёд. То есть, что его ранило, тоже непонятно. Может, водой подмыло, может быть, снято что-то ещё случилось. А может, под воздействием какой-то взрывной волны она упала. Но это надо ещё разбирать. И просто вам пока высказываю свои гипотезы, которые надо будет проверить. Ой! Знаете, вот приходишь на крепости, мы сначала по своей глупости пошли в музей Савицкого. Нам его порекомендовали, причём не совсем понятно. Вообще, как бы, в Узбекистаном активно занимался наш известный археолог Толстов в 40-е годы. Великолепнейшие труды написал несколько десятков. До сих пор его экспедиция хранская входит, скажем так, в число лучших советских экспедиций СССР. Потому что, фактически, благодаря Толстову, Узбекистан узнал, что он древний, что там была хранская цивилизация, в принципе. Но при этом, почему-то музей посвящён советскому. О Толстову там вообще ничего не говорится. Музей интересный, но, честно говоря, бедный. Самое, что там интересное, это вот они там несколько витрин выставили, я не помню, как называется, погребальные вот эти сосуды, куда они кости складывают. Всё. Потом приходишь на любую крепость, и у тебя под ногами просто история лежит. То есть, это вот мы собрали такие самые яркие черепки. Но ты по крепости идёшь, вот всё поле крепости, оно усыпано просто черепками. То есть, ты идёшь, там можно несколько витрин собрать. То есть, идёшь, у тебя вот такие, наверное, фрагментики забавные, такой тульский пряник возрастом 3000 лет, то есть, осколок кого-то сосудов. То есть, приходишь, и можешь себе там такую коллекцию набрать, что потом любой музей позавидует на самом деле. Много чего находили. Но даже и на осколки керамики находили. Но это отдельный вопрос, не данный нашей лекции. Ну, вот опять же, вот что так могло разрушить сторожевые башни? Эрозия или какое-то внешнее воздействие? Ну, не знаю, не знаю, когда из леса, что там несколько тысяч от этой технологии. То есть, выветривание могло? Нет. Давайте, я это расскажу потом, чтобы это самое. Давайте вопрос подавить. Вот тоже интересно. На глубине так до 10 метров и стенку в гости человеческие выпирают. Причем повсеместно там. То есть, или захоранивали, или это просто перемешало в результате какой-то катастрофы. Но костей там вот так много и стены торчит человеческие. Это вот тоже уже другая крепость. Периметр полностью разрушен. Даже стен никаких не осталось. Вот фрагментики стен. Крепость тоже достаточно большая. Была где-то 200 на 200 метров. Вот здесь сторожевые башни, внутри реально полы еще. То есть, сохранились и фрагменты этажей. Причем этажи интересные, можно определить. А вот, обратите внимание, вот здесь вот такие вот точечки идут. Это вот как раз сюда вставлялись брусья, на которые уже вставилось перекрытие. То есть, заходишь в церковь, в крепость, сколько вот таких вот точечек, сколько было этажей. То есть, легко определить. Вот хорошо видно остатки крепости. Опять же, видно, что она сложена из кирпича. Из какого-то, или из глининого, или вот как вы говорите, название. Спасибо, подсказали. Вот хорошо видно, кстати, что она полая. Вот вход у нее внутри. Ну, частично засыпано, но вся вот эта структура внутри была пустой. Интересно, вот эти вот непонятные штучки. Мы сначала думали, что это следы каких-то технологических. То ли бойниц, то ли еще что-то непонятное. Но в них они идут под конус. И такое впечатление, что это, знаете, вот когда шапник взрывается, и вот так вот повреждается стена. То есть, с точки зрения сетехногенной катастрофы посмотреть, здорово было бы, конечно, их расковырять и посмотреть, что же там за осколки внутри. Если же это были какие-то ружья, то, не знаю, ну, блин, 3000 лет назад, как у нас был в 4-й истории, даже пороха не было. Но вот это явно какое-то внешнее повреждение. Причем строго с одной стороны. То есть, вот какая-то волна шла с обломкой, может, камнями так подъел. И вот такие непонятные отверстия. Еще одну крепость нашли. Сверху смотрится, как целостный такой прямоугольник с центральной башней внутри. Но внутри, опять же, непонятное, вот такое полностью разрушенное. Причем, опять же, не похоже, что это было эрозийное разрушение. Такое ощущение, что консистоватором просто поработали, а потом со временем уже это все эрозировало, естественно. То есть, очень странное разрушение, просто половина крепости вот как ножом срезана. Опять же, вот видно. И технология везде одна. То есть, везде кирпичики, кирпичики, кирпичики формованные. А это вот знаменитая Койка-Рган-Кала, то, что от нее осталось. Было здесь, вот внутри этого холма, три этажа. Диаметр центральной крепости где-то порядка 40 метров. Внешнее кольцо примерно 150 метров. Если будет интересно, название потом скажу. Потому что вот именно Акойка-Рган-Кала археологи все зубы сломали. Изначально предполагали, что это был некрополь. Потому что некоторые камеры на первом этаже, которые находятся ниже уровня земли, они полностью закрыты. Не имеют ни о ком, ни дверей. То есть, предполагали изначально, что это были какие-то усыпальницы. Но, тем не менее, когда начали делать раскопки, как раз вот Толсток раскапывал, по всему контуру идут бойницы. То есть, соответственно, это уже и оборонительное сооружение. На вторых этажах уже и проходы, и все есть. То есть, получается, у нас первый этаж как бы некрополь кладбища, второй раз этаж уже жилой, третий этаж уже еще какие-то постройки. Интересно, при раскопках нашли следы сгоревших бревен. То есть, крепость эта изначально сгорела. Причем, по тем слоям археологическим, мы создавали ее три раза. Значит, постройка примерно 5-6 век до новой эры, когда ее создали. Примерно в первом веке ее первый раз разрушили, как говорят археологи. Потом люди пришли и отстроили. И последний раз она уже была разрушена где-то в 8-9 веке нашей эры. Вот с тех пор стоит вот в таком виде. Одна стена только осталась. Вот хорошо видно внутреннее устройство. То есть, вот эти вот камеры, это как раз этажи. Вниз еще три этажа идет. То есть, там такие ямы метров до 10 глубиной. В некоторых местах еще арочные своды сохранились. О, надо... А, не показалось. Еще вот она крепость. Она вообще нигде не описана. Никаких упоминаний не нашел. Только на одном зарубежном сайте такая скромненькое упоминание. Они буквально два абзаца. Даже возраста ее нет. Похоже, археологи там даже не работали. Опять же, мы видим центральная часть, только уже прямоугольная. И вот эта вот часть, это идет внешнее оборонительное кольцо. Причем строили эти крепости очень интересно. Во всех внутренних стеночках были арочные проходы. Потом на следующих фотографиях вы увидите. То есть, можно было перемещаться как по внешней части стены, так и внутри стены. То есть, явно оборонительное значение. Причем, вот мне, честно говоря, вообще непонятно, зачем их нужно было строить. Потому что слева степь десятки километров, справа степь. И вот в центре степи, как пупок, стоит этот крепость. От кого оборонялись, что они там хранили, честно говоря, тоже непонятно. Может, были караванные пути. Может, это был какой-то форхоз, где там товары менялись, еще что-то было. Я не историк, у меня другое образование. Вот, если подскажете, буду благодарен. Жизнь свою спасали. Да, жизнь свою спасали. Вот с другого ракурса. Вот она уже поближе, эта крепость. Тоже очень странное разрушение. Ну, тут уже, понятно, вот эрозия пошла. Причем, вот на этой крепости, чем она интересна, на ней еще сохранились посадная некая декорированная отделка. Причем, на других крепостях, в череду, то это хорошо видно. То есть, крепости, они еще были декором каким-то украшены. Вот таким вот, интересно. Можно даже раскрашенную, говорит. Там дальше фотография обходят вам. А, в центре крепости колодец. Причем, глубокий-глубокий. Мы туда специально спускаемся, он еще глубже идет. Ну, понятно, его уже вот этими всеми эрозией затянуло, но колодец был глубокий. То есть, в принципе, ребята там при наличии воды могли достаточно долго сидеть и оборону держать. А, ну вот, хорошо декор виден. То есть, какие-то такие вот взводики интересные. Тоже, опять же, все из кирпича сделано. Причем, технология строительства интересная. Два-три слоя делали обычным кирпичом, потом шла прокладка вот такими более крупными блоками. Причем, они довольно тяжелые. Вот даже вот этот кирпичик такой небольшой, он килограмм 10 весит. То есть, такой хороший монолит. Вот, то, о чем я вам говорил. Это известный комплекс, его все знают. В Узбекистане, я вам скажу сразу, туризм не развит, но вот эту вот крепость знают все. Называется Тая-скала. Этих Тая-скалов там три штуки. Вот это вот самое сохранившееся. Это вопрос о том, что некоторые крепости разрушены до основания, а некоторые стоят на вёхоньке, расчищая и живи, как говорится. Холмик высотой где-то метров 20-30, наверное, на него мы забирали. Сейчас тоже покажу. Забегая вперед, обратите внимание на вот эти вот черные такие вот вкрапления. Это будет очень важно потом. Видите, холм весь. Тут нормальный песочек такой хороший, приятненький, на котором позагорать можно. А здесь вот непонятно, как черным шлаком. Кстати, когда поднимался, тоже удивился. Думал, кто же мог с этим черным шлаком и зачем там эту крепость подсыпать. Опять же, вот это Ая-скала, которая номер 2. Она расположена на господствующей щете примерно на 50 метров выше. Вот тот первый сохранившийся объект, он вот примерно вот здесь вот находится. Чуть правее получается. Вот эта крепость разрушена фактически полностью. То есть две стены у неё более-менее целые, сохранившиеся. А вот, которая там сзади, она просто стёрта до основания. Там буквально такие фрагментики какие-то несчастные выступают. Ну, с другого ракурса хорошо видно. И опять, посмотрите, всё везде нормальное. Такой жёлтенький милый песочек, сыпучий такой хороший. Горка вся чёрная. Ну, вот я ещё раз. Это уже на Ая-скала 2, когда залез. Сверху сфотографировала вот эту крепость, и Ая-скала 1. Ну, целая стоит практически. Что очень, опять же, странно. Соседняя крепость, как нам говорят, эрозии и ветрами уничтожена. А эта стоит целёхненько. Ну, по идее, тоже должно было её хоть немножко разварить. Она целая абсолютно стоит. Вот то, что находится внутри вот той крепости, которая повыше. Я-скала 2. То есть, видите, идёт просто... Просто стен нет. То есть, чего тут случилось? Причём внутренняя часть крепости, она стоит на таком естественном скальном основании. До скальника всё стёрто. Опять же, если бы была эрозия, ну, как минимум, здесь бы было всё вот этим же песком засыпано. Ну, это логично. Вот, обратите внимание тоже. Это часть стены, которая более-менее сохранилась. Посмотрите. Раз кусок упал, два кусок упал. То есть, это вообще, знаете, как взрывная волна шла, просто бах, и вывалила его сюда, на эту сторону. И внутри вот здесь вот два уровня проходов. Один уровень идёт вот здесь вот, арочные слоты. И, как я предполагаю, ещё ниже. Потому что тоже на отверстии, куда можно спускаться. То есть, тут ещё два уровня прохода в стенах идёт. И через каждые 30-40 метров, вот с той стороны внешней, стоят башни сторожевые. Причём тоже срезаны вот по уровню крепости. Причём видно, что они просто вот так снесены, как ножом и снесены. Вот так вот это выглядит примерно. Вот он, упавший кусок. Ну, понятно, тут уже эрозия пошла. Вот остаток свода, внутреннего прохода тоже весь разваленный уже. И вот опять целая крепость рядом стоит. Абсолютно. Это снято сверху. Всё усыпано чёрным шлаком. Вот таким. Я потом вам покажу. Вот таким вот чёрным шлаком усыпано. Очень интересно. И главная цель нашей экспедиции было не просто крепости снять, а есть такая интересная структура в Узбекистане, находится в районе Минкулака. Это дорога, которая идёт от Макуса в знаменитый Учкудук, три колодца, про которые песня-то была. И примерно, не доезжая к этого 20 до Учкудука, есть такой странный объект, который называется Каменный лес. По виду действительно фотографии, когда смотришь, вот реально окаменевшие стволы деревьев. Информации о точном расположении никакой не было. И мы, честно говоря, с большим трудом нашли примерную точку, где это может находиться. Большое спасибо друзьям-узбекам из Минкулака, которые помогли нам, даже на Уазике нас туда довезли. Нашли мы этот объект, сейчас я вам его покажу и расскажу, почему он интересен. Опять же, обратите внимание, вот здесь вот, все вот это вот окружность, она усыпана вот таким же шлаком. То есть не шлак, вот, опять же, повторюсь, вот такая корочка. На самом деле, это песчаник спечённый. Если вы, наверное, уже поняли, к чему я иду. Вот, а теперь обратите внимание, вот чуть дальше, посмотрите, вот тут кусочек попал. Видите, такая, такой овальчик такой, видно вам вот, вот эта вот, такая низинка. Она так называется, Мингулакская падина, которая на самом деле является практически правильным пятикилометровым кругом. Вот он, каменный лес, издалека. Видите, столбики интересные. Как археологи говорят, и палеонтологи, это окаменевший лес. Ну, честно говоря, ничего подобного. Это абсолютно не каменный лес, это не окаменевшие деревья. Сейчас увидите почему. Но похоже. Причём вот таких формаций, как мы выяснили, несколько. Общались когда с коллегами из Узбекистана, которые нам, в принципе, помогли всё это найти. Они нам говорят, ой, говорит, вы с дороги на Учкудук свернёте, там такая классная дорога, есть 5 метров приедет, и будет вам вот как раз каменный лес. В итоге мы примерно 45 километров в Уазике ехали по невменяемым абсолютно пампасам по таким. Просто вот наш джип туда вот просто не прошёл. Мы бы там его и похоронили, честно говоря. То есть, явно мы приехали абсолютно на другую точку. Из чего можно сделать вывод, что вот таких вот каменных лесов, в кавычках, там несколько. И все они идут по краю вот этого вывола. Это на самом деле является огромным 5-ти километровым кратером. Вот давайте поближе посмотрим. Вот как это безобразие выглядит. Честно говоря, да, похоже сначала на каменный лес. То есть, как будто окаменели стволы. Но, во-первых, вам ничего не кажется странным? Вы когда-нибудь видели, что лес вот так вот куча рос? Вот какой-то. Да он бы там умер бы просто этот лес. Он такой куча рос, он бы так не вырос, как и не был. А структура дерева у нас есть? Сейчас, сейчас покажу. Вот структура дерева. Похожа это на дерево? Скажите мне, пожалуйста. Знаете, что она похожа? На чугунную канализационную трубу. И по структуре, и по звуку. Звук даже такой вот так убьёшь. Фактически это вот тот же самый песчаник. Вот один в один. То есть, что-то с песком произошло, и он сплавился. Вообще, на самом деле, вот эта структура называется научным языком фульгурит. Что такое фульгурит, наверное, знаете. Это когда молния лупит в песок, и образуются вот такие красивые спёкшиеся коронные разряды. Причём бывают вот такие совершенно правильные трубы. По самому типу. Да, там реально иногда просто ветки получают. Человек находит, он думает, это окаменевшее растение. На самом деле обычный фульгурит, вот коронный разряд от молнии. Но есть одна маленькая проблема. Самые крупные фульгуриты диаметром достигают сантиметров 10-15. Это вообще редко с такой момент. А здесь, извините меня, некоторые столбики, они диаметром сантиметров до 30. Дальше покажу, там и полуметровые мы находили. Я не знаю, что за молнией били в этот кратер по всему периметру, и образовалась вот эта структура. Ещё вам одну вещь скажу. Почему это не может быть лесом? Обратите внимание, посмотрите, какой ровный срез идёт. А почему он ровный срез идёт? Потому что здесь был барханчик раньше, который вот это вот что-то бабахнуло, а потом просто выветривание обнажило вот эту структуру. Либо мы должны предположить, что были какие-то древние дровосети, которые вот так вот всё ровненько срубили. Вот так вот это выглядит примерно. Ну, да, соглашусь, похоже. Ну, а почему корочка такая образуется? Да потому что песок неровно спекается, и получается вот такая вот немножко вот древоподобная структура. К центру эти плоскости сопряжённые, они что, очень? Они ровные. Такое ощущение, что их просто вот так вот пилой все спилили, и вот как матрёшку друг на друга составили. Причём даже вот здесь вот, казалось бы, это один ствол дерева, но это не один ствол дерева. Это вот так вот оно всё разделено, или потресканно, или ещё каким-то образом сломано. Это плавление идёт, это то же самое песок, вот когда в руки берёшь, понимаешь, это то же самое спекшися песок. И опять же, вот если вы присмотритесь, везде вот видите вот эти вот кусочки, 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 везде вот эта вот штука разбросана. Ну, вот тут правильный цилиндр. Ну, да, то есть вот видимо какая-то, вот в центр, когда вот этот разряд ударяет, он внутрь, внутри вытекает всё, а вокруг, в результате плавления образуется вот такой столбик фактически, фульгурит. Вот опять же, смотрите. Вот даже так смотришь на фотографии, знаете, так хочется вопросов, что тут в горе? Видите, везде вот эти мелкие фракции, спечённого песка. Причём тоже, когда вот к этой структуре подходили, тоже было очень странно. Мы от УАЗик не смог доехать, потому что там начались вот такие вот уже буйраки всякие, абсолютно непроходимые. И мы примерно полкилометра шли пешком. И везде у нас под ногами вот эта вот корочка хрустела. То есть идёшь, на неё выступаешь, она разламывается. То есть когда вот здесь произошла, сразу скажу, какая-то некая или природная, или техногенная катастрофа, а верхняя часть песка, она спеклась в единую вот такую вот корочку. Там вот такие куски ещё не расколоток попадаются, вот такие мелкие куски, тот же самый песок. То есть какое-то грандиозное 7-минутное температурное воздействие просто всё вот это выжгло. Плюс, видимо, ещё какие-то коронные разряды были, которые образовали вот эти вот структуры типа каменного леса. И всё опять же вокруг забросано вот такими шариками. Кто знает, как тиктиты называются. Обычно находят их на местах метеоритных кратеров, как правило. Это как нас наука учит. Ну, фактически, для того, чтобы образовался тиктит, нужно воздействие высокой температуры. То есть не обязательно, что это какое-то коментное воздействие. Нужна высокая температура. Что, в принципе, мы и наблюдаем. У нас есть вот эти корочки, спёкшиеся песка, у нас шарики есть тиктиты. И у нас есть, кстати, вот тоже это... Я сначала, когда мы вот эту штуку нашли, думаю, ой, повезло, нашли это наконечник древней стрелы. Потом ещё один, ещё один, ещё один. Это вот тоже как раз фульгуриты такие. То есть вот, ну, или так молния бьёт, или так молния бьёт. И везде разбросаны вот такие капли. Знаете, вот как будто сверху металл капал, вот он упал, вокруг песочек спёкся. То есть вот оно здесь вот, вот оно вот тело, которое упало, капелька, а вокруг спёкся песок. И они вот разные тут вот специально со сломом нашли, чтобы посмотреть можно было. Потом вот такие вот образцы, где явно видно, что песок кипел даже. Вот он, просто кипел вот он, песок. Примерно вот так вот. На радиоактивность проверяли? Пока нормально. Ну, а да, опять же, вот структура каменный лес, так называемый. Не знаю. Археологи, которые проводили там исследование, главный аргумент, что они в сломах вот этих вот формаций находят отпечатки растений. Ну, извините меня, и предположим, что если там действительно что-то росло, потом туда это бабахнуло. Почему мы не можем предположить, что в фульгурите не запеклись какие-то растения? Ну, логично ведь, могло такое произойти. Соответственно, мы имеем внутри вот эти вот следы отпечатков растений и прочее. А когда они физики интересовались? Никто не интересовался. Понимаешь, вот они сразу поставили на этот штамп, что это окаменевший лес. Все, вот штамп готов, этим больше никто не занимается. А то, что там, извините, песок вспёкся на протяжении нескольких десятых квадратных километров, штамп тикиты разбросаны, это почему-то, опять же, игнорируется. Кто связан с садом, с рыбами, может быть? Ну, это очень похоже на дерево. Очень. И вот, вот, пожалуйста, вот, вот тоже. Вот, вот, это еще внутри находится. Ну, вот смотрите, может это дерево быть? Вот рядом два ствола, они фактически пересекаются. Что за дерево такое мне, расскажите? Но похоже. Из чего мы уже... А, ну вот тоже хорошо тут видно вот этот след плоского кратера, 5-километрового. Вот его хорошо тут как раз видно. Вот он, кратер 5-километров. Скоро ощущение, что в воздухе что-то побахнуло. Причем я специально смотрел, вот, когда идут испытания нашего ядерного оружия, воздушный взрыв оставляет вот примерно такую же формацию. Тоже так идет бровка небольшая. Но это явно не метеоритный кратер. Потому что если бы это был метеоритный кратер, ну, как минимум, было бы какое-то коническое углубление. Или структура выволок какая-то все-таки другая была. Ну, и я не думаю, что удар метеорита образует вот такие формации. Да, тиктиты мы бы там нашли в изобилии, это да. Но вот такие формации, не знаю. Это надо опять же с специалистами общаться. Понимаете, я вот вам сейчас все это показываю. Это привез, еще надо просто переосмыслить, пообщаться. Поэтому немножко сыровато. Так вот, что мы предположили в результате? И если мы будем думать, что это не метеоритный кратер, а результат какого-то воздействия техногенного. Причем вот, я еще раз повторюсь, вот эти вот формации мы наблюдали практически на всех крепостях. А нельзя ли предположить, при том, что в Узбекистане, как в принципе и везде очень много легенд о древних войнах, мы столкнулись, скажем так, с фактами, со следами некой древней войны, о которых мы так много говорим в легендах. А здесь, в принципе, мы нашли то, что, может быть, нам поможет подтвердить, что, да, действительно, наша цивилизация в совсем недавнем прошлом обладала возможностью производить вот такие колоссальные разрушения с использованием неизвестного ныне нам оружия. Это вот кратенько, что я вам хотел рассказать. Попозже, где-нибудь, наверное, ближе к Новому году. Я это поподробнее все сложу, теорию с фотографиями, с более нормальными выкладками, и можно будет все это увидеть на нашем канале в YouTube, который называют «Запрещенная история», где, кстати, появятся заклады об уроке Александра в ближайшее время. И, в принципе, как раз мы там собираем все интересное, связанное с древней историей. Вот как-то так. Кому будет интересно, можно потом это все будет потрогать. А где еще три сенсации? Белов говорил, что три сенсации? А, ну, погодите, три сенсации. Дайте что-нибудь припасу, так вот еще сенсация. Да, Николай, вопрос. Вот такой, что-то я... Это самое... Да, били. А вот пока же, да, там что-нибудь похоже есть или нет? Я вот не был, очень хочу там побывать, потому что, честно говоря, образцов накапливается уже очень много, есть с чем сравнивать. Тем более, что, в принципе, вот этого вот образца уже хватит для того, чтобы и структурные, и спектрографические анализы. А кельтские крепости? Вот кельтские крепости тоже спеклись, вот по... Так вот, Саша, я вот сейчас всех, кто едут, прошу, привезите, пожалуйста, хоть какой-нибудь камешек оттуда, чтобы можно было сравнивать. И вот нам, я думаю, тоже всем это надо делать. Там как раз кладка тоже, и тоже вот спекшиеся буквально в эту вот стекловидную такую массу, все эти вот кладки, и какая-то высокая температура. Вот нам бы интересно еще найти, вот, может быть, слышал, в Сахаре находят целые поля стекла, то есть печеного песка. Вот получить бы пару-тройку... Получить бы пару-тройку образцов, и просто сравнительный анализ делать. То есть нам, чтобы говорить об альтернативных вещах, нам надо вот какие-то, хотя бы, вот такие штучки иметь. А вот этот взрыв, он далеко от крепости? Слушай... Слушай... Вот Дрест, еще в 80-е годы, там, этот квартал остался, в Космом Бангерске. Температура была такая, что, во-первых, там, в прудах кипела вода, и люди свалились, которые спасались в воде, свалились из этого. И камень тек, по технику не видны. В 45-м году Дрест, 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 Дрест. Термические бомбы, что ли, люди? Термические бомбы, да. А Дрест, 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 Дрест. Я вам сейчас маленькую подсказку сделал, Саша, потом это самое отвечу. Один в один точно такие же структуры находятся в местности, где, предполагаю, находился дом Агамора. Вот буквально лет 10 назад я еще эту статью читал в оригинале в английском варианте, а сейчас, слава богу, перевели на русский язык. Точно такая же структура разрушения крепостей, но при этом там еще израильские археологи нашли шарики, я об этом в докладах говорил, шарики серы. То есть все там засыпано шариками серы, вот прям по библейским рассказам. Но серы там... Да, на Мертвом море, я вот хочу туда попробовать все-таки какую-нибудь выбраться, надеюсь, мне выпустят из страны. Но с серой там некоторая проблема. Если вот обычная природная серая, как минералы, там где-то 35-40-50% чистоты, вот та серая, которая там высыпана вот именно шариками, там до 95% просто некие химические присадки. То есть когда анализ сделали, ее даже пытаясь поджигать, там температура достигает до 200-3000 градусов. То есть фактически какая-то химическая модифицированная, то есть древний напалм в общем какой-то. А при такой температуре, извините, здание, оно спекается фактически в монолит. То есть... Тоже терминально. Да. И вот вполне возможно здесь, когда-то тоже наподобие технологии была. Вот понимаете, вот мы если возьмем Апахара, то там действительно описано много видов разных оружия. То есть где-то вот мы знаем, там Кришна запустил свою стрелу, которая очень, кстати, похожа на наши ядерные ракеты. Но это просто близкая аналогия. А там ведь есть такие названия оружия, которые мы даже понять не можем, что такое. Которое там выжигает целые города, производит там еще какие-то непонятные вещи. Просто мы эти технологии сейчас потеряли. Ну в принципе они описаны. Вот как-то так. Саша. Значит, у меня стандартный вопрос. Какой возраст этих построек? Какой возраст этого взрыва или чего там было? И третье вопрос после ответа. Ну, я тебе могу ответить, как археологи говорят. То есть вот по крепостям 2,5-3 тысячи лет. Ну как датировки? Ты знаешь, как датировки делают. 2,5-3 тысячи лет. То есть... 2,5-3 тысячи лет назад. Всего. То есть от даты 2,5 тысячи лет назад. 2,5 тысячи лет назад Самаркан был образован. Ну вот, примерно. Значит, это уже на протяжении какой-то вот... Они как где-то? Они вот найдут какой-нибудь черепок, припишут какой-то культуре, а ведь на самом деле нормальный анализ никто не делает. Значит, человек из-за чего-то подходит еще. Да, ну да, намного раньше получается. Нет, я к чему говорю. Но никаких сведений в той истории нет. Есть легенды, связанные в том числе даже и с великанами, и с древними войнами. То есть опять мы находим великанов. Ну, это более древние, значит, не интересовались еще больше. Значит, третье у меня не совсем вопрос, а пояснение здесь. Дело все в том, что тиктит, и все 4 возрастных терпозоны. Самые молодые, это примерно 12 тысяч лет. Вот, поэтому сразу у меня и вопрос возник. Ну да, ну... Ну вот тиктит ведь натуральный. Причем их там много. Вот от горошинок, вот... А что 12 тысяч лет была, допустим, ядерная война, у меня, например, нет сомнений. Ну, значит, вот мы нашли следы как раз. Вот, могут ли вот эти вот крепости такой древний возраст убить? Да я думаю, что могут. Но как это доказать, это сложно. Понимаешь, опять же, если делать радиогриродный анализ какой-то, то, что находится на поверхности у нас, радиогриродку, уже не сделаешь. Потому что, естественно, солнечная радиация, анализ просто убьет. Еще вот такой, вот, по подсказке, 12 тысяч лет назад, считается, вот, по последним генетическим данным, возникли гибриды между человеком и какими-то пришельцами, которые дали начало снегам людей. Либо, смотрите, вот тоже... Это на генетическом уровне. Вот, отвечая на этот вопрос, как раз, тоже можно так пофантазировать. Вот представьте, вот сейчас у нас начнется ядерная война. Тьфу-тьфу-тьфу. Что произойдет? Мутации у нас начнутся. Фактически могут начать мутации. Появятся и карлики, и великаны, и непонятные люди с тремя головами, и драконы, и черти что. То есть, если мы предположим, да, что 12-13 тысяч лет назад была какая-то глобальная война с применением или ядерного, или какого-то другого оружия, которое может влиять на мутагенез, то, соответственно, мы начинаем получать... Что мы начинаем получать? Мы начинаем получать новые виды-подвиды, которые вот мы сейчас наблюдаем и ломаем голову, откуда это взялось. Может, это, кстати, не инопланетяне, а мы сами родные, которые себя тогда уничтожили, и в результате у нас появились вот эти новые ветви-эволюции, над которыми мы сейчас голову ломаем. Ну да, более общий формулировок, что вид неизвестный на Земле до настоящего времени, ну и предполагают, что это какие-то пришествия. А может быть, это действительно... Вот тут еще связано с геологической изоляцией, видимо, социум разваливается, геологическая изоляция, а в условиях, так сказать, этой изоляции уже начинается близкородственное скрещение, нарастает все это. Просто как снежный ком по лодке, и они могут закрепляться. Это здесь не вот это близкородственное скрещение. Знаете, вот хочу... Ну, у нас появляются какие-то свойства у этих вот живых существ, которые сверх, как говорится, естественные и очень, ну, прогрессивные. Вы знаете, вот мы сейчас подходим к тому же самому, что было 12 тысяч лет назад. Сейчас по всему миру уже созданы глобальные подземные убежища. Вот у нас в Уральских горах это знаменитое Монтава, потом, мало кто знает, сейчас еще одно под Ножаковским камнем убежище строят. Автономка там примерно лет на 500 рассчитана. Это что, новый построен? Ну, я Монтава туда мосту, это уже лет 20 строят. Там порядка на 10-15 тысяч человек рассчитывают. Ну, для тех, кому положено это. А теперь, смотри, какая ситуация забавная. Вот у нас случился глобальный пипец, как говорят. Люди туда ушли. В принципе, достаточно 2-3 поколения, чтобы забыть то, что происходит на поверхности. То есть, начинается мифизм, мифизация вот того, что у нас было. Ученые в подземелье сказали в лет 500, что, ребята, все, земля очистилась, можно выходить на поверхность. Земля голая после войны. И чего у нас опять же начинается? Люди выходят без технологий. Ну, понятно, что там что-то в подземельях осталось, на чем можно цивилизацию строить. Но земля-то голая. И у нас фактически начинается вот эта же вся эволюция с нуля. Сначала там аграрная, потом феодализм, потом... И через несколько тысяч лет, через 12 тысяч лет, уже те археологи начинают про нас байки рассказывать, что была какая-то цивилизация, которая тут все поуничтожила. Абсолютно то же самое, что может произойти буквально в ближайшее время. Поэтому удивляться, что что-то было там давно, мы друг друга уничтожили, мне кажется... У нас история не линейна. Всегда учат, что мы развиваемся линейно. Да не линейна у нас история. Сбиральная, да. Еще надо, конечно, учитывать космос. Деградируем. Который просто может дать популяцию на Земле. Я думаю, вполне присутствует... Саш, я закончил. Чтобы время не терять, можно... Хорошо, спасибо большое. Ага, спасибо, Николай. Ну вот, видите, важно как было. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, у нас есть небольшое сообщение еще. А вы мне дадите... А вы хотите...